Здравствуйте! Это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и, как всегда, короткий анонс в начале нашего выпуска. Последний из выстоявших. В день снятия блокады Ленинграда волонтеры посетили участников тех событий. Опасные медицинские отходы. В Дербенте найдена несанкционированная свалка с использованными шприцами. Подробнее через пару минут. В Махачкалу на вертолете тяжело больную пациентку из Высокогорного района экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу. Трое уже в финале. В первый день турнира Гран-при Ивана Ярыгина в городе Красноярск дагестанские вольники заняли призовые места. Подробности с места событий от наших корреспондентов. Итоги реализации нацпроектов за 2021 год обсудили в правительстве региона. Напомним, в прошлом году в рамках 12 нацпроектов в Республике реализовывались 45 региональных проектов. Общий объем финансирования по ним составил 23,9 миллиардов рублей. Как сообщил в Рио премьер-министр Дагестана, кассовое исполнение за год составил 17,1 миллиардов рублей. Заключено 609 контрактов из 613 запланированных на 2021 год, что составляет 99,3%. Оставшиеся 4 контракта на общую сумму 9,9 миллиона рублей не заключены в рамках регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения, непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан по городу Махачкале. Кассовое исполнение в разрезе национальных проектов, например, международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы выполнены 100% жиле и городская среда – 98,1%, цифровая экономика – 96%, безопасные и качественные дороги – 94%, культура – 88%, здравоохранение – 88%, демография – 81%, образование – 41% и экология – 40,6%. По национальным проектам производительность труда и наука в университете финансировано непредусмотрено. 872 дня ужаса, голода и смерти. 78 лет назад была снята блокада Ленинграда. Город выстоял, но лишился по разным источникам около 2 миллионов жителей. В Дагестане осталось всего 7 ветеранов, очевидцев тех страшных событий. Наш корреспондент вместе с волонтерами Победы посетил одного из них. Подробнее в сюжете. «Как дети, вот как дети, мы единственное, что мы знали, что папа обязательно победит, обязательно победит. И ждали маму, придёт мама с работы или не придёт с работы. Потому что вот этот район очень бомбили. Самые-самые вот бомбёжки были с самолётов. Именно этот район, потому что все заводы были». Галине Ивановне в 42-м году было всего 5 лет. Она вспоминает детальные события тех времён. О том, как объявили о начале войны, как ушёл папа на фронт, и как она с двумя сёстрами ежедневно ждала возвращения мамы с работы. «Мы до бомбоубежища не успевали доходить, потому что очень часто бомбёжки были. И мы садились на кровать, которая стояла около окна. Открывали окно и сидели вот так. Если снаряд попадёт, мы хоть или нас выбросит, или успеем выйти из окна. В бомбоубежище не могли ходить». «Вот этот кувшинчик, вот в этом кувшинчике, мама оставляла, нам трое детей оставалось дома, вот в этом кувшинчике нам оставляли еду. Жидкий супец. Вот на троих вот этот кувшинчик. Когда до сентября 1941 года в детский сад ходили, там в этом кувшинчике нам на дом давали, потому что карточки были там, и нам давали, вот до сих пор налитый такой жидкий кисель. А потом вот нам оставляли вот этот. И у меня вот есть книжечка, стихи Симонова в блокадном Ленинграде, печатались, работали типографии. Здесь знаменитое стихотворение «Жди меня». Мы сохранили. Это наши религии. Прошло много лет, Галина Ивановна познакомилась с будущим женихом и спутником жизни, который был родом из Дагестана. Они вместе живут вот уже более 55 лет и делятся с молодыми секретами семейного счастья. Это помощь, уважение и взаимопонимание. Когда началась война? Это когда кончилась война. Всего в Дагестане осталось семь ветеранов, очевидцев блокады. В Махачкале проживают шестеро из них. Студенты-волонтёры периодически посещают их. В честь дня снятия осады Ленинграда, общественные движения «Волонтёры Победы» в одном из торговых точек столицы организовали раздачу блокадного хлеба. Люди умирали от голода, 97%, если так скажем. А 125 грамм хлеба сейчас мы раздаём, это суточная норма была для людей в то время. И в основном там не было муки, а были разные примеси, но самой муки было очень мало. И хлеб был настолько уже непохожим на хлеб, так скажем. И его раздавали. И на это выживали люди. Тем временем они не теряли рассудок, они сохраняли своё спокойствие, все ждали победы, так скажем. У меня дедушка воевал. Дважды был ранен, третий раз получил контузию, уже не смог продолжать войну. Да, я своим детям рассказываю. Бывает так, что хлеб остаётся, я говорю, дети, ну раньше оставался, я говорю, дети, не выбрасывайте. Люди в годы войны голодали. Моя дочка тогда ещё маленькая, говорит, папа, сейчас войны нет, голода нет. И с этими её словами ничего нельзя было добавить. Население Ленинграда за три года блокада уменьшилась с трёх миллионов до шести ста тысяч человек. Около миллиона человек погибло от голода. По Ленинграду фашистами было выпущено порядка 150 тысяч артерийских снарядов. Город выстоял, а истории героев бережно хранятся потомками. Хамз Нурмагимедов, Нурмагимед Магимедов, Мурат Бибарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Ещё одна акция сегодня прошла в Махачкале. Только уже для медиков из красной зоны. 150 продуктовых наборов врачам в республиканские перинатальные центры доставили волонтёры от Минмолодёжи региона по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. В коробках продукты первой необходимости. Мука, макароны, подсолнечное масло и сладости. На сегодняшний день акции уже охвачены несколько больниц Махачкалы. Доставку продуктов медикам будут проводить до 21 февраля. Это мы уже проводим вторую такую акцию, большую, масштабную. Уже охвачено несколько больниц. Хочется сказать им большое, огромное спасибо за их самоотвержденный труд и хотели бы таким маленькими радостями уделить им такое внимание. От имени всех медработников мы очень благодарны главе республики, волонтёрам, всем, кто задействован в этой акции. Нам очень приятно, что так ценится труд медицинских работников. Дагестан рискует не выполнить программу расселения ветхого жилья. Согласно информационной бюллетене фонда ЖКХ, регион выполнил план расселения аварийного фонда 2019-2021 годов только на 81%. В зоне риска остаются также Республика Тыван, Еврейский автономный округ, Кабардино-Балкария, Омска и Томская области. Дагестан вошел в список регионов России по количеству аварийных школ, нуждающихся в ремонте. Всего в антирейтинге 10 регионов с наибольшим количеством образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии. Кроме нашей республики, в топ-10 попали еще несколько субъектов СКФО. Как сообщает издание «Версия», в Северной Осетии в ремонте нуждаются почти половина школ. В Ингушетии более 40%, в Карачаево-Черкесии 28%, и в Дагестане почти 30% школ. Накануне «Газель» сбила 9-летнего мальчика в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы. Установлено, что ребенок в момент наезда переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. С различными травмами мальчика госпитализировали в больницу. Обманули и украли золотые украшения на 650 тысяч рублей. Две мошенницы из соседней республики под видом покупательниц познакомились с Махачкалинкой, которая продавала драгоценности. Одна из аферисток позвонила дагестанке, представившись ее лечащим врачом, и попросила продать украшения в долг. За изделиями она отправила своего доверенного человека. Продавец согласилась, а злоумышленницы уехали в соседнюю республику с добычей. Позже они были задержаны сотрудниками полиции Дагестана. Возбуждено уголовное дело. 14 января 2022 года я приехала в Махачкалу со своей знакомой женщиной. Сначала зашла я в Золотой Каспий, где торгуют золотом. Подошла к ранее незнакомой мне женщине, попросила у нее телефон, чтобы она дала мне позвонить. Как только она дала свой телефон, я вбила ее телефон, свой номер телефона, который ранее не пользовался. Потом ей же позвонила через минут пять, представилась в Патимат и попросила, чтобы она дала в долг вещи моей знакомой, что она подойдет. Она сказала, что хорошо, пускай подходит. Минут через десять я вышла, а моя знакомая зашла якобы от меня. И эта женщина спросила у нее, вы от Патимат? Она сказала, да, хорошо, выбирайте то, что хотите, она ей сказала. Она выбрала вещи и ушла. После того, как мы вышли, мы пошли в сторону центра, к таксисту, с которым мы приехали, в Махачкалу из Грозного. И с ним же уехали домой. А сим-карту по дороге я выбросила. И телефон тоже. Шприцы на побережье. Особо опасные отходы класса «Б» в большом количестве найдены на береговой линии в районе местности Коса, города Дербента. Об этом ранее в соцсетях сообщали активисты. Береговой патруль Каспийского природоохранного центра, выехавший на предполагаемое место происшествия, выявил несанкционированную свалку в прибрежной зоне и следы сжигания твердых отходов. Здесь же были обнаружены системы для внутривенных инъекций и одноразовые шприцы. По словам местных жителей, медотходов было в разы больше. Но накануне все подчистили коммунальные службы муниципалитета. К другим темам. В Дагестане установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе Республиканского Минздрава, за минувшие сутки ковидом заразились 391 человек. Всего на 27 января в регионе 70 544 подтвержденных положительных результатов. Погибло 3314 человек. В стационарах Республики находится 2228 пациентов. И в продолжении темы. На лечение в Махачкалу на медицинском вертолете транспортировали пациентку из Рутульского района с диагнозом коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней пневмонией тяжелого течения и анемией тяжелой степени. Перелет прошел в штатном режиме. В данный момент женщина получает лечение в городской клинической больнице. Роспотребнадзор региона рекомендует приостановить посещение религиозных учреждений. Ограничения предлагают ввести до 1 апреля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это делается в целях недопущения распространения COVID-19 при совершении богослужений и религиозных обрядов. Женщины из Сумадинского района на собственных плечах вытянули застрявшие в снегу автомобили «Жигули». В высокогорной местности прошли сильные снегопады, поэтому автомобили увязли в глубоком рыхлом снегу. Женщины-горянки не испугались трудностей. С помощью канатов они затащили заглохшую машину в гору. Несколько мужчин помогали им, подталкивая ее сзади. Буксировка закончилась успешно. И о спорте. Трое дагестанских борцов вышли в финал Гран-при Иван Ярыгин. Турнир с участием более 250 борцов из 10 стран мира стартовал сегодня в Красноярске и продолжится еще три дня. Кто из наших вольников претендует на золотые медали, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Атакующий напор Рамиза Гамзатова дал результат в начале второго периода. Соперник не может продолжить схватку. Так, Мухачис Хасавюрта стал первым финалистом Ярыгинского. Оспаривать золотую медаль ему предстоит с земляком Ахмедом Идрисовым. Чемпион мира среди молодежи самое сложное сопротивление встретил в схватке с другим хасавюртовцем Мусой Мехтихановым из школы братьев Сайдиевых. Между первым и вторым схватками у нас там в течение 15 минут уже вызвали. Тяжело было и вторая схватка и первая не так уж легкая схватка была. На основной мы настраивались если честно сказать на нашего друга Тускаева. И схватку он от первой до последней минуты провел как бы поставил правильную схватку и выиграл со счетом 4-0. Конечно, нелегко борется каждому спортсмену здесь тяжело. и сказывается часовой пояс, который по нас, по дагестанцам бьется все-таки. 4 часа разницы. 4 часа разницы. Оба они друг друга хорошо знают сборная Дагестана. Ну, повезло, может, и сильнее, кто сильным везет, и получил, что в финале. И финал тоже наш, дагестанский. Тоже друг друга хорошо знают, они встречались сейчас в Махановском финале. Там 61 встречались. здесь еще один. Конечно, ожидаем. Всегда максималисты бывают и тренировки, спортсмены, первое место хочется. Я им обоим желаю завтра в финале удачи. Наши ребята пусть победит сильнейший. Без ошибок свой путь к финалу прошел еще один борец из северной столицы республики. Абаз Гаджи Магомедов уверенно оправдывает статус главного фаворита в дивизионе до 61 килограмма. В схватке за первое место чемпион мира и Европы проэкзаменует таланта из Бурятии Федора Балтуева. Я всегда в нем уверен. Почему? Потому что он борется до конца. И у него, если 50% у него готовность, у него еще 50% есть характер, дух. Я думаю, что в ближайшем будущем мы его увидим на Олимпийских играх. И мы думаем, что в 65 уже попробуем его на чемпионате России. Без золота дагестанская сборная останется в категории до 70 килограммов. Здесь в центральной схватке дня Курбан Шираев одолел американца Джеймса Грина. Но в следующем круге уступил будущему финалисту Виктору Рассадину и теперь претендует только на бронзу. Первый день Ярыгинского сложился для команды неплохо, но ожидали большего, признается старший тренер Махмуд Магомедов. В 70, конечно, у нас были ребята, на кого мы ставили. А и Курбан Шираев то, что травма или что такое никому не интересно. А если ты вышел, то уже проиграл высокую планку. Когда задали, нас ждут больше медалей не бронзовых, а именно золотых. Поэтому, я думаю, ребята постараются выложить, не допустят таких ошибок, как допустили сегодня. И завтра, я думаю, хороший результат будет у нас. Имена первых триумфаторов Гран-при в Красноярске станут известны только завтра вечером. В этот же день в спор за путевки в финал вступят борцы следующих категорий до 65, 79 и 125 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин